сегодня 21 октября 2015 года среда ну еще 7 часов нет немножко мы уже завтракаем у меня выход в интернет был каждое утро днем я не могу не потому что занято так средства потому что как-то дневное ночное что такое дневные деньги этот заказчику вел они как будто бы средства ушли меня блокируют они и вот на все время интересует человек думает как отвечает на этот я не хочу как-то вот никита у него главное качество это безразличие вот он идет и как будто бы есть удали неси вот это отрубили большое суфта но один раз обернись назад а как там монета дорога идет сметает там ребенок или что вы не видит совершенно дальше поступил и пошел не видеть мне это не подходит и я каждый раз его за это называется щуваю по-сибирски толкаю ну глянь обернись один раз назад вот ты вот здесь берешь топором бьешь на рядом человек но вплотную это явно дело а ты в одно место понять долго вчера посчитал такой сущок отрубить вот такой вот ну два пальца толщиной 33 раза топором ударил то один сущок висит это о чем ты в это время думаешь у тебя тебя выгодится у людей говорится на мозги капаю но я не хочу чтобы ты таким был володя возьми топор володя далеко там дальше я взял топор теперь сушки будешь ты носить а я буду рубить и каждый раз ну смотри здесь такой вот этот висит такой вот так сучок дерево сущок ну как рубит а колодель он удача понимала мастер сделать еще нету долбит или давно здесь здесь ну то есть взял показываем как рубить надо если стоит тыщинка и рубить надо с корнем чтобы не спитал на торчат вот такие за и каждого теперь берет и пальцами смотрит куда найдет никуда дёрни видно где земля шевелиться со всего размаху бей два-три удара и вылетела ямка дальше за заровнял и не было ничего о чем ты думаешь когда я говорю он рядом сидит у меня все время это интересует что у тебя там внутри закипает это думаешь ой-ой-ой-ой куда я попал и еще и такое то меня безразличие вижу недовольство лица сразу останавливаю работу почему недоволен ты вчера ты с уха с охотой лазил цеплять дерево большой ветер но небольшие клёны там вот такие вот и прочее вот такой диаметр даже 20 сантиметров надо зацепить я там заматываю где у качель то потом давлю и видно что уже больше половины от пиле я кричу никита беги сюда вдвоем мы начинаем дерево валить против ветра чтобы она не попала на дом надежда василь не попала тут стол стоит вмонтированный и мы все удачно завалили и ты делал с охотой лезешь вверху там оборвался немножко засыпился и но не упал я тебя корректировал говорил но осторожны только не упади и вот я сейчас сидим за столом и говорят мы едим уже не такой сюжет был о чем ты думаешь что ты отвечаешь на это погромче а зачем вам это узнать как бы лишь то в раньше у него так он не отвечал а он оперился теперь он раньше отвечал нету то есть он начинает уже теперь мыслить как бы у него очень изобретательный ум на счет изобретательно назло ты еще раз тысячи лет люди живут делает вот так делает у нее не будет так делать он обязательно вывернет куда-то зачем изобретаешь в обратном порядке человека в первобытное состояние толкаешь нет а зачем тебе почему ты этот вопрос на мой вопрос не раньше не задавал а это стал сейчас говорить чего ради раньше ты говорил о чем ты думаешь а зачем тебе то есть он начинает дерзить и хамить уже это проявляется то есть я его все время вынуждаю раскрыться внутренно за почему ты так отвечать стала раньше так не отвечал ну мне сейчас нечего я ни о чем не думал поэтому ответственно я ни о чем не думал думал как слопать то что дали постный день растительное масло не разрешается поэтому у нас все у нас тут ну вот она сквозная видимость картошечка это сделал капустой там я не за морковка что ли плавает все больше ничего нет я тебя последнее время бью за нечистоту левит 10 10 отличайте чистого от нечистого я убеждаю что мой отец был прав когда мы что-то делали не так и он сказал хохол не мытый я не знал эти слова теперь я убеждаю что действительно оттуда что-то идет сходить в туалет и не мыть руки вот сегодня тебя трепал за это ты сейчас ходил туалет ходил прямо оттуда с улицы глаза не протер на молитву я тебя жду зачем становишься на молитву ты берешь хлеб хлеб режешь брался за органы за свои называется островной член теперь это на хлеб это все молекулы и мне даешь фактически я губами прикасаясь туда это как так это не это только вчера вечером я обнаружил позавчера вечером ты разуваешься сапог дырявый на ноге грязи на пол пальца грязные грязные ноги я говорю а ты морешь ноги то нет на просто нечистая ложись у меня тут фрося такая была я тебя начинаю давить как же так ты лезешь то не медленно налей воды у нас тут сколько хочешь бери но вода холодная гляжу встал на чем ты сейчас думаешь я должен узнать так как ты бунтуешь или нет или тебе так и нравится что с грязными ногами грязные грязные черные как вот этот тазик вот саженую и ты туда лезешь постели стыж и при том носки не снимаешь драное грязное с носками лезешь я тебе три плю за это дело и сказал завтрашнего дня вот плитка включай теплую воду делай с мылом мыть каждую ногу так было нет да да и ты вопросы не задаешь и вдруг ты стал задавать а для чего об нужно это это уже уровень определенный уровень понижения я не о чем не думаю ну как написано до питания и после питания во время питания молитвы считай про себя молитвы ни о чем не думаешь это дыра ничем не занятая душа хорошая кузиса сатаны маркин лютер это очень очень опасно и ты даже в ответ не спросил за столом не разрешается разговаривать о пустяках но это можно володя в час когда ему вопрос задал ты о чем думал до идея думал о идее он ответил о виде он так не ответит как ты я спрашиваю михаила кальмаева может он так ответит никогда никогда и сережа не отвечает то есть по вопросам дерзов дерзкого ответа уже вылез на первое место а никита такое смиренное то другое не смиренное безразличны безразличие абсолютно везде бросил топор где ищи свищи ветра в поле ну то положил бы его на виду где-то зачем же там бросил где трава то молоток также в один момент его уже нету потеряли и сколько за день тебе эти было замечание ну пробьемся сейчас расчистим вчера говорю тут будем ложить вот это вот показал вот здесь вот кладем и на дрова которая вот здесь кучка рядом к дороге ближе столбушки которые для нас требуется и 3 ты сам спросил куда длинные жерди грузи все видно ну видно 1 2 3 удобно а дальше туда ветки кладем только я обернулся уже ветки загромождает длинные кладет наполовину уже закрывает теперь которая дрова ты ее кладешь жердям никита нужно говорили что видно что это длинные жерди зачем положил ни слова не говоря взял положил после смотрю опять же дровина на дрова кривое вот такое бросаешь туда где столбы лежат на столбе у нас зачем когда она рядом то есть подошел бросил пошел но не подходит никак это к человеку вот это безразличие все не мое ягру ты видишь вот показывают там где-то на крыше ты проходил это видел видел то есть не знаю чего ответил ну ладно видел но ты видишь что там протекает уже почему ты ничего не сказал то есть квартирант квартирант он койка течет на него надо двинулся сгнила измон пошел на другую комнату это сатана так делает он человека не творил поэтому наркотики убил другого залез а бог бережет и меня интересует именно внутренний мир а ты в ответ бы ну допустим где дерзость твою тебя отнять и остается одно ты мог бы спросить а вы о чем думаете я ты молчишь я отвечаю я сейчас думал о воинах мухаммада и думал о татаро-монгольском иги и одновременно у меня к этому подходит заключительный эпизод тараса бульбы николая васильевича гоголя то есть у меня все время непрерывные вновь составляются проповеди я представляю какая какие люди здесь вот я бы был на украине я бы это сказал и о чем а вот о чем буква м м м мортальность смерть латинский занимает 13 место и вдруг 13 цифра называют чертова дюжина в англии 13 этажа нет 13 квартиры нет м интересно я узнала дальше что я стал дальше исследовать где этот страх где бог на то что люди думают указания дает и друг мухаммад говорят магомед махмуд но буква м на первом месте и у них святили где медина мекка 3 м 3 м надвинулись смертельно опасная 13 числа 3 на 3 13 числа надвинулись на человека почему 13 боится в алфавете латинского м на 13 месте марталь смерть маджахет кердык кердык мы сейчас разбирали тюркского произношение это происхождение кердык означает татарского там смерть и кердык кричали захвативший город кердык городу а у мухаммада было так он когда воевал он сразу поставил то победителей не судят побежденных казнят но выход только один если принимаешь нашу веру и туда он вводит пишет то что сегодня называет куран святая книга их священная книга для мусульман но те языческие то на объединились вместе семь царей я перевожу на библейский сюжет и они говорят за что вы сражаетесь за жены за детей один говорит ну из-за имущества я всю жизнь копил у меня большие стада но как я защищать буду у меня это в другом месте нас собрали а если туда придут и который руководитель кутузов тогдашин он сказал пригоняйте сюда стада верблюдов пригоняйте ослов лошадей и чтоб пасли рядом тебе отступать некуда вот твои жены твои дети здесь он собрал такое сокровище все царство которое было там и победа на их стороне больше добычи у мухаммада никогда наверно не было только сейчас говорим о грязном и дома ты не понимаешь этого хоть у нас тут почти статей прожили смотри и победа досталась махмуду мухаммаду и все эти стада все эти жены девы в одном сражении все все оказались у них а у него закон делить всем поровну и эти побежденные увидели вот как она а ему голову отрубить буду я за мухаммада все назад ходу нету я принимаю ислам я верю и дальше что аллах акбар аллах велик а мы можем иисус акбар кричать иисус велик велик все прибавилось а сразу прибавилось у него 7000 воинам всем жизнь а теперь теперь массой все надвигаются где-то даже воевать не могут но люди то понимают ой 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 как песку морского как звезд на небе и никогда нам не не удержаться принимайте аллах прими газоват это уже из хаджи мурата беру льва толстого понятно ну да так это не христианство вот я сижу и думаю как у него это было обдумано и как этот бич божий пришел а какое мы можем было взять найти выход сопротивления никакого ложись и погибай пришло время рассчитывается ничто не поможет бог назначил три казни выбирай одно из них одна из них из этих казни умереть давиду то еще было льгота в любом варианте остаться живым три года три месяца или три дня и при том для нас это может любой день повториться теперь я соединяю сижу все за столом это все прокручиваю и как эта масса надвигалась и как сдавали города как в россии ну и что на 120 лет иго на 120 лет но придет мамай и будет по-другому а там взорвались уничтожение царского достоинства друг друга уничтожают сыновья как у чингисхана теперь пошло дальше история по вам делает еще один поворот у русских от обеда запасной полк но это надо семь лет только тахтамыш опять подровняет мы божьи планы узнаем когда они исполнились они от нас сокрыты но мы видим что это так и в россии как верующие мы казаки мы верующие тарас бульба оставляет плачущую жену остапа и андрея берет и пошел губит их и гибнет сам об ухом по башке когда он висит там на этом на кресте где они его жгут и все прославляется это как они еврея мучили как живем кожу сдирали в огонь бросали а теперь что а имущество то там осталось жены то там они не сделали так как те люди которые с собой взяли то теперь вестовой приходит они осадили город польши а тот говорит там у вас пришли татар это все захватили жену вели у них совет теперь что делать здесь только мы сил положили нас и сделали только вот вот штурмовать город будем и решили делить пополам одни пойдут догонять татар а другие останутся здесь это будет известно в этот же день в этот час те которые в городе дают сигнал приходите они меньше мы можем победить мы из города выйдем а те другие те жен привели а эти не взяли результат один но эти пошли там погибли потому что их мало а что нужно было делать ну по крайней мере снять осаду с города и пойти всем вместе значит сыновья его с ним были бы они там могли держать победу как было в рама когда он лото освободил и вернуть это я сижу ем и в это время все думаю большая разница у меня в котле здесь непрерывно вот сейчас только сегодня я увидел сыпру 13 в м первый раз увидел здесь во время рассуждения у меня слагается ровными стихами куплетами я не просто в разброс смысле а шлипованными фразами которые я могу изобразить на бумаге что я говорю у меня так идет я предложениями у меня размышления такие идут вот как мухаммад и сразу подумал шевкунов тихон считается исповедует он путина и он как раз о византии говорит как там загнивание было и как пришло к крушению и делает аналогии в россии все так и происходит сегодня коррупция вот это и все дальше как это будет когда видна византию пришли богометане а здесь американцы американцы поддерживать мировой порядок как они они тут неизвестно что было но они в мировом порядке гонят к тому чтобы евреев можно было воцарить пришел машеах но это занаряжено еще американцев винить то в этом то коммунизм в идею не входит коммунизм не отображен на страницах писания это временный переходной а то что сидел эти евреи это вечно это навсегда то есть на три с полной года у них идет а это мировая история она показывает теневой образ проходит на там их больше было теневой натуральный вот я легенда еще покажет 13 миллионов спасенная там это евреи и в конце концов они придут америка гоня там америка вся иудизирована все еврейские везде все везде посты везде у них другая задача они не будут возиться как бы с топорами прудами да на кое-то я теперь тебе обращаюсь почему тебе все нафиг нужно то есть абсолютно вот сегодня закончится работа не докончена тебе все равно проходишь мимо все равно я тебя остановлю тормозни ты вот это видел видел почему что не убрал почему положил здесь когда это во вред на каждом шагу ловлю то есть полная абсолютная беспечность на какое отношение имеют к мамаю и прочее а ты сам посмотри если там была целеустремленность у тебя и никакой совершенно кто у тебя близкие там остались вчера тебя спрашиваю мама с кем ты жил как-то я пытаюсь достигнуть спрашиваю про фильму остров и ты что ответил фильм тебе понравился и ты подумал что это образец православия ты так ответил у меня понимаете я понимал что снял режиссер режиссер же как он человек далекий от религии мне так показалось но может так и надо может такие но павел лунген понимает и там главную роль играет даже не мамонов то студент юрфак этого режиссерского факультета и как они глотнули это на живую и патриартом награждает и прочее ничего более разрушительного нет чем этот фильм он показал что все смерть смерть игра с бесами перекликается там надел себе это пришла к нему на букву б как степаненко максим называет их одна без мужа нажила и теперь уговаривает ее там а то вроде оригинально никому не подчиняется траве дымом тебе нравится ты может быть трубу ночью закрыть и всех уморить то есть я уже тебе раз нравится значит к ирды к нам там подражать нечему а только это можно было бы назвать пародией на православие но это действительно так прямо группами ходили епархии объявляли шли на этот фильм смотрели они прямо радовались а это фильм смерть он показал то что творится сегодня как бросили сейчас идти куда-то где-то найти такого мамонова петра который бы разъяснил дал хорошего мужа до бизнесмена да вот я бы тут вышла из положения а как раз она и приедет с положением она не выйдет из своего положения и притом неизвестно от кого я тебе сегодня говорил ты понял о чем мне рассуждали это во время завтрака сегодня у меня не просто событие а я смотрю аналогия какая была в другом месте называется экстраполяция событий из одного временного фонда в другой перекладывается и далее перетаскиваю к себе в настоящее время конкретно ко мне иначе все мои рассуждения эти мы сегодня только смотрели фамилию пащенко посмотрели от чего она от слова паша пашенька ласка ласкательная или пасынок или пасынок или а другое то ну там что-то тараторщик какой-то что-то вот на что-то вот еще было первого счета вот еще что-то было ну примерно никто точно не знает но примерно где-то происхождение это мы сегодня за утро что узнали тебе бороться надо с безразличием войти в жизнь у меня впечатление все время ты сегодня утром только родился сегодня утром ничего совершенно необходимого для жизни не знаешь я все время тебя подталкивать сделал это давай дальше вот и сказали вот это надо срубить срубил дальше остановился ну такие рядом растут но надо подряд рубить лежу уже недовольный то есть все время надо толкать пинать толкать пинать то есть все не твое послать отдельно тебе никуда нельзя работать я не хочу чтоб такой ты был не хочу чтобы ты был другой я щас сегодня ты идешь колоть дрова она просит володю я сказал пойдет никита не оскоромься вот она щурка стоит а вот это вот обух колуна не бей дальше щурки дальше ручка отломилась он идет а дальше ничего нет отламывается бей ближе или посередке ты сразу раз и даже новый этот колонну уже изгадил не 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 строчит так ты рубишь я вот так вот нужен поднять удар удар плещевой а у тебя вот так вот есть допустим рубитада ты вот так вот тут она у тебя мертва рука мертвая а только от тела цена так никто не работает ты никогда не видел как работать я стою показал показал бить только повернулся ты опять то есть не то что ты не знаешь а ты не хочешь выйти из того состояния пока ты здесь я буду все время биться за твою душу и в духовном плане ты точно так же я показал даже и здесь вот называется стагнация застой мозгов где-то разбуди переруби то что было старая пуповина эта грязная отрежь начни по-новому я показываю сколько где тратить вода как животными как обходиться но отдельно тебя нигде не могу послать отдельно только но присутствие кого-то полминуты проходит опять по-своему полминуты даже нет другой раз все вчера гляжу куда понес я уже стоит и гляжу обернулся видишь-то я гляжу на тебя вот здесь который обрубили на дрова пойдет а веточки там подальше ты минута пройдет уже кто завалил нигде ничего нету все заваливаешь зачем ответа никакого нет но отстранить от работы защиты здесь не нужен я начинаю тебя разблокировать обратно сделать как я говорил ты все время вот ты не успеешь даже думать и вот я тебе сейчас сказал сказал поставь под сюда ведро с этой стороны проще обернулся ты его загнал в угол зачем глазами лупаешь и все ну зачем я тебе показал говорю вот до этого угла вот так руку протянул и взять только один угол понес туда я тебе начинаю говорить тот и этот здесь дед по-английски ты знаешь это разное совершенно почему ну вы же не назвать там назвать нечего безымянный угол и стоим двое я показываю в этом направлении он на расстоянии двух метров от меня сказал тут не выливать помои рядом по ногами льете ближай сегодня с фонариком пошел фонарик нигде не пользуйся им на улице ты виден очень далеко а куда я сейчас покажу где 4 а это близко на шесть шагов но не надо куда-то идти ночью под деревья выливать а что там у нас от лука там шалуха у нас больше тут ничего нет подсолнух семечки там или что-то было ты начинаешь вопросы задавать вопросы несогласия у тебя в вопросе а зачем вам это нужно у меня племянник я вас спрашиваю а где работаешь он глазами крутит то есть не развитость такая а зачем вам это надо уходи еще себе да ты у меня сколько жил то сколько на квартире или как ты же был у меня как сын родной здесь а сколько получаешь умри не узнаешь это люди которые скрывать я не скрываю у меня пенсия 6500 27 рублей почему я не скрываю плачу деньги где-то и тут же заснимаю в интернет да не неудобный вопрос удобный пусть люди видят а вот конфликт я выставляю его и горит ой как это хорошо мы увидели как он разрешается люди все это таяться мне не надо таиться я открытый у меня все открыто лицевой счет его нету все открыто у меня ничего нет у меня кгб исследовал и не один год и ничего не нашли следователь говорит впервые горит встретился у человека ни одного слова в сторону куда-то отошел бы и не ответил не знаю я отвечаю если ответил нет это значит кого-то надо где-то вытаскивать чтобы него обыска не было я ответил это не отвечаю но если я буду утратить и время напрасно я сказал нет на этом все вы можете мне обещать свободу что угодно но я не назову того человека не назову житие святого севастьяна научает этому житие святого анфима там были такие герои где взяли священное писание они умирали мы не говорили и понял о чем я думаю вот это разница и так о чем ты думал когда сидел дальше ел а еде а еде это тоже думал о еде это хорошее дело ты ценишь еду а то у нас от размороженные ягоды я не знаю что ты юрга или что да ирга вот так люботу дала сейчас я тебя увожу к люби мы пилили у нее с виктором и она там дала какие-то бру а двери или это еще или от окон такие как бруски где-то но и я не распилил горы не хорошие а сейчас подумал нам они потребуется на пруд если доски все-таки привезут они привезут значит кирдык нашим прудам лишь как я рассуждаю они могли кто-то вредит потеряевки договорились и щебень и здесь договорились сюда не давать им не давать они заплатили но под разными видами и туда вагон ушел леса не поставили а дальше зима весной все смоет у них тормозит всячески развитие потеряевки может такое предположить судя по тому как с нами обращались люди я видел их глаза я не могу этого предположить ну а если ну значит мы молимся за них больше еще не за не под уже их строить им засаду где-то на дорогах никак на что таки будете да рано приехать сюда и у кого-то по доске набирать разгребать снег и под снегом сделать закрыть землю чтобы не вымыло они тогда сразу призывали у если они заговор против нас а они видят что такое дело и скажут все они делают визиты теперь потому что а иначе я в суд подам деньги то отданы все документ на руках оплатили транспорт и нигде ничего нету и одновременно с двух сторон при том вот так одни в шарщина друге в мамонтово а действует одинаково не дают то что оплачено мы не можем выехать у нас маятник уже запредельно далеко мы должны были выехать 10 сегодня 21 октября но я не допускаю этого но я проигрываю этот вариант ну а если так а если вы ошиблись это действительно заговор но я говорю дальше наши действия какие до последнего времени снег выпадает сейчас и мы а если они привезут когда вы едете чтобы уже делать из другого материала там дощечки лепите что попало привезут снова возвращаемся чистим на морозе делаем кипяток туда носим размачиваем глину я не остановлюсь на этом почему задача выполнена должна быть и мне нравится личный зов пиль показывать ему вот сугробы там перелеса где-то он говорит вот здесь будет цех там моторы готовят вот там другой инграды тут электричества ничего нету через четыре месяца что первый танк сошел уже со стапелей вот это была дисциплина а почему у тебя такое потому что ты в армии не был в монастыре ты не жил в тюрьме ты не был то есть твой сок в тебе с детства ну так я тогда сам остаюсь с собой да ты остаешься как мааф на своих дрожжах и как господу так не угодно ты не был переливаем как вино вино готовят сосуда сосуд переливает то в плен то революция то еще что то он у меня брусиловский прорыв упущенная победа брусилов алексей 63 года генерал когда сар николаев созвал их но что делать то на чужой территории как разгромить врага зачем он пошел четыре империи кончатся первой мировой войне вильгельм убеждает царь николай николаша не надо делать единственный пророк который говорил погибнешь ты и дом твой это григорий пимович распутин самая оболганная личность за тысячи лет ни одного за ним не было действия которое ему приписывали и он это видел и видел как его убьют если будут замешаны особо сарского дома погибнешь ты и дом твой а если дворяне значит будет революция но ты останешься живой а если простолюдина убьют ничего не будет дальше так все и случилось я это все совмещаю вместе сижу свободное время рот заняты голова свободная а вы жуете вместе а что тут думать на пище чё ты думаешь происхождение ее на что она годна я не думаю это слишком высоко для вас понял 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 я по по частям по минуте и это антон палачеха говорит я ежедневно по капли выдавлю из себя раба выдавить себя прежнего вова не сиди на своих держах ты много можно учиться российская газета ученики российское правительство огромная статья про нас было и говорит а дядя игнать их удобно не научишься там с детьми разговаривает когда понял я мотивирую тем что есть и к чему конкретно призываю а мотивация очень простая я божий я по его образу создан и должен уподобиться ему во всем заботиться вот а тебе заботиться шапки принесла кому о никита пожалуйста трюх раз татарский трюх называется держи пример такую любовь тебе оказывает посмотри на него глядь о ну чем не аксакал да еще сзади завяжут это праздничная ты понимаешь нет это цигейка цигейка это очень дорогая цигейка шуба какой это это вставка будет туда а это куда ну вставка сзади там ставку сделаешь пришьешь она еще кошки из них белок делать будем а это еще но вот это или этот цвет или тут ну какой цвет хотел а вот этот более броски дорога там будут падать в обморок девица да зачем это рабочая в городе ты ее не наденешь ты видишь какой у меня нет ники не поддавайся на провокацию все уже отдай а то его уже принадлежит не отдавай я не дошила ее я буду шить ничего не придумаю на дальше это примерка примерка всего примерил ну вот а сейчас я буду дошивать это обязательно это сделай это не для города это для работы здесь никита ничего не говори потом я это уберу и сошью остановись кому нибудь а в городе другая шапка для него не надо никита эта шапка первосортная замечательная я бы ее тоже взял ну-ка но нам на мой шалобан не полезет как-то на меня стал говорить один епископ а в наш епископ и в тихий говорит ну посмотрите какая у гнатия голова спокойно сидя на меня руки не надо спирать вот я горит ехал игру холодно он горит замерзли да у меня горит надета тюбетейка то другое там одну еще там это у него камилавка все он горит снял с меня шапку и надел на нее сверху у меня надета сколько так на это сверху не горит еще вроде вместо просторное осталось я в армии был мне фуражку не могли подыскать без фуражки нельзя а меня нельзя никуда выпустить у меня нет фуражки наконец кто-то уволился его фуражку не за перешили или что дали от меня это не зависит какая голова моя голова на мне 60 размер ну что вылазить будем допить надо еще не оставлять компоту наварил у володи вчера богатый бог послал тебя помолишься с нами господи слава тебе благодарим тебя христе божий наш яко насытилась и на земли твоих благ не лишилась и небесного твоего царствия но яко посреди учеников твоих пришелась и спаси мир да я им приди к нам и спаси нас аминь аминь воздай милостями всем заботящимся нас на врагов пролей милость укроти не покорилась злобу сергея и виктора и не вменяем это в судный день ибо не знают что творят нам хорошо быть с тобой наш господь христос сохрани нас святой православной вере от заблуждения сектанства и ереси и труд наш добой благословен полезен и безопасен слава тебе отец сын и святой дух аминь аминь ты володя сейчас спаси христос ты сейчас на зарядку поставь а он мой возьми съемочный и мы пойдем никита быстро одевайся вчера ты долго не был аминь